Сегодня я получил письмо от православной христианки Елены, которая когда-то посещала Харизматическую Церковь и была свидетельницей многих исцелений. Елена пишет, что имела случай, когда и самостоятельно исцелилась с помощью возложения рук на одного хромого человека. Впрочем, с разрешения Елены давайте прочтем ее письмо. Пишет Елена. Я не сразу пошла в православную церковь. Так получилось, что вскоре после этого события я случайно познакомилась с протестантами и стала к ним ходить. Они помогли вытащить мою маму из глубокой депрессии, из-за измены папы. Они меня тоже очень впечатлили. Они практиковали дары Святого Духа. Множество чудесных свидетельств у них постоянно было и продолжаются. Я и сама поддалась этому желанию помогать людям, как это делал Иисус. Я поверила в слава Евангелия, верующие в меня дела, которые я сотворил, и Он сотворит. И еще верующие в меня возложат руки на больных, и они исцелятся. Я приставала к хромым людям на улицах и молилась за них с возложением рук. Это все было не из гордости какой-то, а из сострадания к людям, из-за искреннего стремления помочь людям и жить не напрасно. Я молилась за многих, но только один раз произошло реальное чудо. Хромой человек оставил палочку. Боли в ноги ушли. Мне казалось, что это был самый счастливый день в моей жизни. Я так благодарила Бога, что Он через меня, ничтожную, явил свою силу и славу. И человек тот заинтересовался таким любящим Богом. Но потом я стала видеть у протестантов перекосы и перегибы. И стала интересоваться православием. И поняла, что путь, который мучает православие, более спасительный. Потому что акцент делается на борьбу со страстями, на внутреннее преображение путем пролития пота и крови. В то время, как протестанты считают, что у нас уже все есть. Иисус поселился в нас, и мы просто должны жить как Он. И пока я была протестанткой, я смотрела множество свидетельств протестантов. Как люди становились совершенно обновленными после соприкосновения с Живым Богом. В этом ролике я хочу показать, что исцеление, которое сегодня происходит в сектах, не Божий промысел. Это промысел сатаны. Это промысел для уловления душ человеческих. Это промысел для уловления душ ищущих чудес. Это дух экуминизма, дух антихриста. Дух, который убедит все народы, что все религии уклоняются одному Богу. Именно эти уже целители и чудотворцы воскликнут в день суда. Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Когда сатана просил Бога испытать Иова, Господь попустил ему делать все с его телом, но только души не прикасаться. И сказал Господь сатане, вот он в руке Твоей, только душу его сбереги. Князем, господствующим в этом мире, является сатана. И все ему подвластно по покущению Господа. И болезни, и здоровье, и счастье, и несчастье, и даже все стихии мира. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Господь попустил сатане испытать всех живущих на земле. А чем можно испытать сегодняшнего человека, для которого единственная ценность в этом мире – это здоровье? Ссылаться на Христа так, как это делают сектанты, совершенно неуместно. Подобные исцеления происходят сегодня во всем мире, во всех религиях, конфессиях, даже среди колдунов и гадалок. Во имя Иисуса Христа правая нога растит. Еще. Еще. Господь сравнивает, сравнивает, чикарабо зодо го, зодо го, зодо го, зодо го, зодо го, зодо го. Что скажете? Смотрите. Микрофон, пожалуйста. Спасибо Господу. Нормально все. Нога выросла у вас. Нога выросла у вас. Да, да, у меня стали ровные две ноги, стали одинаковые. Образдновайтесь. Сービи, говорите. А люди. stories скилы духовно, дамь дво, зам�. Меня зовут Сиев,ró. Значит, это время, Vadин? Дализова очень уйл. Их да, дадам дво, об создав. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Одно умоляющееся православие призывает сегодня к терпению болезней и скорбей, обрушившихся на этот мир за наши грехи. Ибо этот путь остается единственным спасителем. Именно через этот путь человек может избежать греха и погибели. Именно на этот путь стал наш Господь Иисус Христос и пронес свой крест в страданиях, нужде и поношениях. Ибо Он взошел перед Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия. И мы видели Его. И не было в Нем вида, который бы привлекал нас к Нему. Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей, изведывавшей болезни. И мы отвращали от Него лицо Свое. Он был презираем, и мы ни во что вставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем и наказуем, и уничижен Богом. Но Он излезвлен был за грехи наши и мучен за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились.